С чего начинается день в 69-м детском саду? С утреннего фильтра. Перед тем, как родители передают свое чадо в руки воспитателя, проводится визуальный осмотр. Нужно узнать, как себя чувствует ребенок. При малейших сомнениях малыша отправляют в медпункт. У нас проходят, конечно же, беседы с детьми в игровой форме и разные мероприятия. То есть, опять же, мытье ручек, это все прогулки. То есть, с детьми ведутся беседы, всегда ведутся. И, опять же, с родителями тоже. И воспитатель разговаривает. По всем вопросам у нас, значит, очень много наглядных примеров, всяких плакатов. Обработка дверных ручек, шкафчиков для переодевания, перил, лестничных проходов – таковые меры для поддержания здоровой эпид-обстановки. Работники сада вооружены всеми необходимыми дезинфицирующими средствами, а малыши – знаниями о пользе мытья рук. Чтобы не было микробов на руках. Профилактические меры предпринимаются и в школах города. На входе – медицинский пост. Температуру здесь измеряют бесконтактным термометром. В столовой за столом рассаживают не больше четырех человек. Учебные классы регулярно проветриваются. А парты, подоконники и все, до чего прикасаются школьники, обрабатываются дезсредствами. Для лучшего восприятия. Борьба с распространением вируса ведется и в телеформате. Каждую перемену на экране транслируются профилактические ролики. На каждом уроке учитель осматривает ребенка визуально. В классах все для здоровой обстановки предусмотрено. В каждом учебном кабинете у нас есть уголок для обработки антисептиком рук. Висит инструкция, как правильно делать. За каждым классом закреплен свой учебный кабинет. То есть дети по школе не передвигаются. К ним на учебные занятия приходят учителя в свой кабинет. Меры безопасности – совместная разработка Минздрава и Минобразования, чтобы, не отвлекаясь от учебного процесса, сохранить здоровье маленьких граждан. За соблюдением профилактики COVID-19 следят специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Организованы режимы проветривания кабинетов учащихся и мест общего пользования. В достаточном количестве во всех учреждениях образования моющих, дезинфицирующих средств. А также обеспечены везде условия для соблюдения правил личной гигиены и учащихся, и сотрудников. Основное внимание специалисты уделяют соблюдению в учреждениях образования масочного режима. Но медики напоминают – ответственность за здоровье лежит в первую очередь на каждом из нас. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.